всем привет вы на канале о рукоделии вышивки крестом с вами мария кочнева и сегодня пришло время подвести итоги всех своих рукодельных достижений апреля ну что ж в предыдущем видео если вы его смотрели я вам демонстрировала свои пасхальные все сюжеты но сейчас мы немножечко повторимся скажем так для истории для статистики и для того чтобы меня все видео о готовых работах по месяцам были в порядке скажем так я сейчас буду немножечко повторяться но простите меня за этом и так начался у меня месяц апреля с того что я вышла гудить с курочкой по набору от жар птица так 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 вот так вот выглядит этот наборчик r482 дизайнер дарья слесарева 13 на 9 сантиметров что я тут себе еще написала да в общем то больше ничего себе не написала и я вам сейчас его покажу вот такой вот кулич у меня получился смотрите он у меня двухсторонний внутрь я вставила шпажку поэтому здесь вот так вот все немножечко объемно получилось и мне очень и очень это вся конструкция нравится как мне кажется смотрится классно смотрится замечательно но единственное что за счет того что она двухсторонняя и тут собирать не так то просто потратила я некоторое количество времени конечно на эту работу ну что что поделаешь тем не менее я знаю что сейчас очень много девочек вышивала всякие разные пасхальные сюжеты но вот почему-то именно такой кулич я как-то видела мало мне кажется он остался каким-то ну недооцененным что ли а жалко следующий наборчик который я вышла это был наборчик от оли антроповой вот такой вот маленький цыпленок малина димси 15 цветовым буковая палочка фетр игла пластиковая канва вышила я буквально за два дня сейчас его вынул из кулича вот такой вот цыпленок у меня получился очень и очень легкий буквально под какую-то серию одну сериала я его осилила ну и собрала естественно такая вот красота так сейчас его обратно в дружу вот стоит себя в кулича сейчас сниму видео буду пить чай дальше у меня пошла серия волшебной страны я вам сейчас покажу все вот эти вот наборчики значит это вот такой вот кролик flk 085 затем такое вот яйцо flk 076 и курочка flk 095 все эти три наборчика комплектовались 10 цветами бисера размеры сейчас чуть попозже вам озвучу и ну что могу сказать я вышиваю в две ниточки всегда эти наборы и что-то как-то в этот раз благо у меня были остатки от прошлых наборов мне что-то не хватало я уже использовал свои вот какие-то остаточки и очень много было бракованных бисеринок но как-то не знаю цена наборов достаточно велика а вот как-то комплектующие что-то как-то подкачали ну в общем вот первым вышивался такой братец кролик 11155 штучек бисера здесь использовалась сзади такой вот розовый фетр улей очень приятный ну и в этот раз я решила не красить заготовки мне было никогда да и аллергия в общем на все что только можно в общем не хотелось мне себя тут краской всякой мучить поэтому поэтому вот так вот такая курочка вот так положим с вами затем яичко вышивала я здесь у нас тысяча четыре бисеринки 7 на 9 сантиметров до что кролика что яйцо за два дня я вышила да здесь более такой светлый фетр сзади и последняя третья это курочка курочка тоже такая вот вы но я ее вышел за один день тысяча триста шестьдесят семь бисеринок 10 на девять с половиной сантиметров всего в этих трех заготовках использовалась 3526 бисеринок здесь фетр такой же как у кролика по моему ну-ка давайте проверим нету кролика чуть потемнее видите все три с разным ветром но ладно не видно и ладно в общем что могу сказать по поводу этих трех наборчиков мне очень нравится вся эта цветочная тема тема пионов что поделаешь но конечно меня немножко напрягает маленький запас самой вот этой ниточки которая вышивается и меня напрягает конечно не откалиброванный бисер и кстати говоря вот схема у курочки вот у этой она была жуткая то есть там были было настолько непонятно где какой цвет бисерин я еще знаете я вышивал то последний я уже все запомнила эти цвета но я даже по схеме не могла сориентироваться что вообще куда проблемка я немножко там запуталась где-то что-то у меня из бисерин там но честно мне уже было все равно потому что я уже не стала ничего распарывать и просто все дошила до конца потому что я считаю что это конечно ну издевательство такую схему делать я меня близорукость я вижу не очень хорошо сижу очках и знаете я даже в очках не могла понять чего за цвет там где отмечен где там розовый кантик где там белый кантик в общем как-то не знаю мне кажется что за такую цену набора набор эти совсем недешевая можно было сделать как-то более качественно что ли все это ну ладно в общем что есть то есть главное что я все это дело вышло так как я хотела и не знаю буду ли я еще эту серию цветочную продолжать не буду скорее всего мне кажется почему то что нет дальше параллельно я вышивала магниты пасхальная радость от жар птица точно также дизайнер здесь дарья слесарева r407 но это известные магниты ничего здесь такого нового я вам не покажу покажу сами готовые работы вот кулич яйцо такое с бабочкой корзинка с яйцами и у меня здесь стоит в кулича все его достану бедный уже весь весь какой-то липкий и стал внизу вот такой вот кролик я ничего еще не приделала никакие там магнитики но вы знаете я думаю что я сейчас видео сниму и магнитики при цеплю потому что ну как вот отдельно какое-то украшение их все равно можно будет поставить этот магнитик он никак не повлияет но топперы я решила из них не делать мне хватит вот этого цыпленка от ольги антроповой поэтому ну как то так в общем сделаю сделаю из них магнитики которые можно будет использовать просто как дополнительные декоративные дизайны но в целом конечно очень очень они классные мне не очень нравятся и знаете единственное что меня смущало пока я вышивала это какие-то очень и очень термоядерные яркие переходы цветов особенно вот здесь в корзинке например посмотрите какая какой бант ну он какой-то темно какие-то красные в перемешку с какими-то не знаю оранжевыми очень странная цветопередача и вот как-то это меня смущало в остальном же но далеки они что там говорить легкие и вышиваются быстро можно по две штучки в день вообще вышивать абсолютно не напрягаясь далее следующее что вышивала это был весенний кролик я вы тоже уже показывала за ирине же смоленникова евгения смола евгения зовут в инстаграм и я вам сейчас покажу какой у меня получился замечательный весенний кролик вот такой вот кролик значит здесь у нас использовалась 13 цветов диме 711 на 10 сантиметров на 14 аиде выходит такой вот зверек но он у меня получился значит 14 пластиковый конвей такого размера 62 на 56 крестиков и у него есть два варианта есть на голубом фоне конверсия и есть на желтом фоне конверсия но я решила вышить вот такой вот стандартный вариант классический на бежевом фоне в предыдущем видео о пасхальных сюжетах я рассказывала более детально историю его сознания сейчас повторяться не буду сзади у меня такой вот белый фетр пришит пришит приклеен ну и он по моему чудо как хорош такой вот классный зайчик очень рада что я его вышила не поленилась это очень-очень хорошо ну и конечно же в этом месяце я таки закончила наборчик от ланарта вот показываю вам превью набора номер у них сложный такой по n0 15 75 18 03 называется он просто сова 19 на 26 сантиметров я напоминаю что основа здесь была уже наборе это у нас что тут написано 27 каунта и так думаю что наверное просто равномерочка и в общем что я вам хочу сказать друзья мои это самая скучная работа из всех которые я когда-либо вышивала ниточка сейчас вам покажу вот и не остатки остались абсолютно все буквально хочется по несколько ниточек но всего было ну как бы не скажу что впритык но как бы все хватило но конечно если вышивать не очень экономно то боюсь что ниточек может не хватить здесь использовалась 25 цветов и схема у меня вот в таком вот виде я ее ничто не как сказать безжалостно разрезала потому что и всего этого я устала покрывала очень-очень здесь конечно но сложно было именно вот я не люблю такого большого размера схемы но это ланарта ланарты так всегда поэтому ничего такого тут страшного и не скажешь в целом работа симпатичная очень мне она естественно нравится у меня есть в пару еще белая сова которую тоже надо вышить и уже после этого работы будут оформляться и дариться но я не знаю честно говоря когда до нее доберусь потому что потому что я наелась скучно большие очень цветовые участки цвета какие-то такие не очень для меня симпатичная и самый конечно погиб был вот этот глаз я вышивала снизу глаз я вышивала уже в самом самом конце и конечно да ну наверное если бы я сначала вышила глаз то мне бы совсем не захотелось вышивать все вот это коричнево-серо-белое ну что делать мне кажется что эта работа очень-очень интерьерная она очень красивая она ну такая стильная повторюсь что мне она очень очень нравится но конечно да кто-то мне сказал что она маленькая ну вот посмотрите она вот с ладони можете сравнить сказать что напрям очень маленькая я не могу сказать что на большая тоже нельзя она такая средненькая работа но крупная естественно здесь получается 27 27 если каут грубо говоря соответствует 14 конве но вот и кстати я вам напоминаю оставлю ссылочку сейчас право верхнем углу о том что у меня были проблемы с этой основой что на не были пятна я вам об этом рассказывала в одном из первых видео сейчас оставлю ссылочку посмотрите но правда это конечно тоже такой минус что пришлось стирать на по моему я уже посмотрела белую сову там вроде все сосновой в порядке вот такие у меня итоги месяца апреля я ну как ты не знаю довольна очень многое она вышивала всего вот этого миниатюрок всяких разных но кстати говоря хочу вам кое-что сказать это тоже очень интересный момент у меня во время вышивки тут обнаружилось проблема с суставом на левой руке я не знаю стоит ли вам это показывать в общем то ничего здесь такого нет вот такая вот шишечка видите вот это по моему называется гигрома я ходила к хирургу когда из сустава выходит это суставная жидкость и скапливается чем по идее это грубо говоря от перенапряжение сустава нужно теперь мне купить будет бандаж какое-то время походить бандажа но хирург сказала ничего страшного можете как бы дальше вышивать просто вы должны если что снизить немножечко нагрузку так что девочки имейте в виду возможно вот у людей которые занимаются такими вот какими-то какой-то деятельностью связаны с мелкой моторикой у тех кто занимается профессионально шитьем вышивкой вязание у спортсменов тоже кто тяжести поднимает вот возможно появление таких вот штуковин это не очень приятно потому что вы не можете там опереться на руку там открыть резко ручку двери но вроде как это не очень страшно я не буду особо об этом вам рассказывать но если у меня будут какие-то изменения я вам расскажу по моему это такой интересный момент я как-то не слышала ни от кого из от вышивальщица о таких проблемах и когда у меня вдруг а произошло это внезапно вы знаете я вышивала на станке как раз дошивала эту сову и как то раз я смотрю на какой-то шарик такой пришелся вот но в общем видите профессиональная травма муж у меня посмеялся конечно да говорит очень много вышиваешь вещь аж уже все сустав не выдерживает но это не очень-то смешно так что следите пожалуйста за своим здоровьем и по возможности не перенапрягайте свои ручки давайте отдых хотя я вроде отдых давала ну в общем не суть такие вот у меня получились итоги я надеюсь что видео вам понравилось и постараюсь в ближайшее время еще что-нибудь любопытненькое для вас снять ах да у меня были еще покупки но наверное покупки я сниму гораздо позже так что вот но такое видео тоже обязательно будет я вам желаю всего самого хорошего отличных праздников и пока пока